В Гуляевке за окном дождик сегодня, а мы собираемся пить чай. Я в гостях. Друзья, это Вероника. Вероника покажет, как она готовит замечательные бутерброды. Здравствуйте. Бутерброды эти, в самом деле, очень интересные. Мне даже однажды мой друг-летчик сказал в них гармония вкуса. Но однажды, если вы сами себе их приготовите, и они вам понравятся, я думаю, вы их будете делать, они у вас будут на столе, на вашем. Вот хлеб берется, кусочки хлеба, они или в духовке, или на сковородке с двух сторон обжариваются, или, ну, обжариваются, скажем, да. После этого мы чесночку, чесночку натираем с двух сторон. Поскольку это делается очень быстро и остывает очень быстро, поэтому вот здесь уже, это я вам показываю, а это уже начало сделано. То есть вот кусочки, которые уже натерты чесноком, и сверху, потому что должно впитаться очень быстро, мы майонеза добавляем, распределяем по поверхности. И следующее, что мы делаем, это берем так, вот, да, берем обжаренный кабачок, кладем сверху. Следующее, это у нас помидорчик. Значит, сверху кладем, вот, примерно вот такой толщины помидорчик. Следующее, что мы делаем, мы берем натертый, хороший натертый сыр, на терочке мелкой, и посыпаем сверху этот бутербродик. Ну вот, примерно так. Сейчас следующее, что мы делаем, это берем красивую веточку свежей петрушечки, вот она только что с огорода, и украшаем. И получается вот такой бутербродик. А сейчас, может, можно посмотреть, вот, как они на столе смотрятся. Вот такие вот бутерброды. Так что я предлагаю Славе попробовать, и, может быть, сказать, насколько они вкусные. Вероника, есть название этим бутербродам? Я была однажды в гостях у своего друга в Молдавии, Боря, он еврей. И он меня угостил этими шикарными, просто я вот их на всю жизнь, вот, они стали уже моими, эти бутерброды, вот. И я их всю дорогу звала еврейские бутерброды. И поскольку здесь у нас очень много людей разных национальностей живет, и муж у меня тоже еврей, вот, но с тех пор, как здесь начали их готовить, вот, на праздниках я их готовлю, иногда для очень большого количества людей, то ребята их начали называть праздничные, и как-то вот у них название поменялось. Вот теперь у них у нас такие вот праздничные бутерброды, которые присутствуют на всех моих праздничных столах.